всем привет итак сегодня сделаем такой небольшой своеобразный обзор языка go от google ну будет немного истории языка немного выдержек из выступления одного из разработчиков языка пройдемся по основным типам ну если еще останутся силой то может быть еще совсем что-то совсем совсем чуть-чуть но перед тем как начнем напомню в описании каждому ролику каждому ролику есть ссылочки и одна и такая одна из таких ссылочек есть ссылка на список видеороликов на канале кликнув по ней вы сможете увидеть все видеоролики ну то есть список всех видеороликов ну и кликнуть на любом из них и посмотреть и может быть чему-то научиться и так приступим краткая история go язык программирования разработанный при поддержке компании google работа над ним началась еще в 2007 году поскольку сотрудников из гугла во многом не устраивали существующие тогда языки так и рождаются почти все языки программирования на самом-то деле они жаловались на то что им приходится выбирать между простотой разработки эффективностью выполнения и компиляции по этим причинам их не устраивали си плюс плюс python java и другие существующие на тот момент языки тогда руководство гугла решила пойти им навстречу и создать язык который бы устроил даже самого требовательного программиста проектированием языка занимались такие гении как роб пайк это один из создателей кодировки для utf-8 и операционных систем inferno и план 9 кен томсон разработавший в со авторстве с денисом ричи язык си и роберт гризмер 10 ноября 2009 года выпустили релиз языка и почти сразу возник конфликт с автором языка go f.d.mackeybomb который требовал переименовать язык ссылаясь на то что он использовал это название первым трудно поверить в то что в гугле не умеют гугли однако с тех пор официально чаще использует название гол лэнг несмотря на то что название языков все-таки отличается конфликт между гуглом и маг кейбом не разрешен до сих пор ну так поговаривают в качестве талисмана языка его создатели выбрали маленького грызуна который называется гофер вот так вот и так сейчас будет выдержка из книги которая называется язык программирования go авторы донован а и керниган б происхождение go подобно биологическим видом успешные языки порождают потомство которое наследует наилучшие особенности своих предков скрещивание при этом иногда приводит к удивительным результатам аналогом мутаций служит появление радикально новых идей как и в случае с живыми существами глядя на такое влияние предков можно многое сказать о том почему язык получился именно таким какой он есть и для каких условий работы он приспособлен более всего на рисунке который вы сейчас видите показано какие языки повлияли на дизайн языка программирования гол гол часто описывают как си подобный язык или язык си 21 века от языка си гол унаследовал синтаксис выражений конструкции управления потоком базовые типы данных передачу параметров функции по значению понятия указателей и что важнее всего направлено си на получение при компиляции эффективного машинного кода и естественное взаимодействие с абстракциями современных операционных систем однако в генеалогическом дереве гол есть и другие предки одно из сильнейших влияние на гол оказали языки программирования николасова не не никлауса вирта начиная с паскаль модула 2 привнесла концепцию пакетов оберон использует один файл для определения модуля и его реализации оберон 2 явился источником синтаксиса пакетов импорта и объявлений которые он в свою очередь унаследовал от языка object over on еще одна линия предков гол которая выделяет его среди прочих современных языков программирования представляет собой последовательность мало известных исследовательских языков разработанных в белл лабс из основанных на концепции взаимодействующих последовательных процессов коммуникации с и к юентил процесса с спи из статьи тони ховара 1978 года посвященной основой основам параллелизма в ци спи программа представляет собой параллельное объединение процессов не имеющих общего состояния процессы взаимодействует и синхронизируется с помощью каналов но c спи хора представлял собой формальный язык описание фундаментальных концепций параллелизма а не язык программирования для написания выполнимых программ роб пайк и другие начали экспериментировать с реализациями последовательных процессов то есть взаимодействующих последовательных процессов в виде фактических языков программирования первый из них назывался сквек язык для общения с мышью который являлся языком для обработки событий мыши и клавиатуры со статически созданными каналами за ним последовал new сквек в котором всеобразные конструкции и синтаксис выражений сочетались с записью типов в стиле паскаль это был чисто функциональный язык со сборкой мусора направленный как и его предшественник на управление клавиатурой мышью и оконными событиями каналы в нем стали полноправными участниками языка динамически создаваемыми и хранимыми в переменных операционная система план 9 развела эти идеи в языке аллеф аллеф попытался сделать new сквек жизнеспособным системным языком программирования но параллелизм без сборки мусора требовал слишком больших усилий ряд конструкций в гол демонстрирует влияние генов непрямых предков например и ото происходит из а пл а лексическая область видимости с вложенными функциями из схем здесь мы находим признаки и признаки мутации инновационные элементы go предоставляют динамические массивы с эффективным произвольным доступом но при этом разрешают сложное размещение напоминающие связанные списки инструкция дефор также представляет собой новинку go все языки программирования тем или иным образом отражают философию их создателей что часто приводит к включению в язык программирования их реакции на слабости и недостатки более ранних языков go не является исключением проект go родился из разочарования в google несколькими программными системами страдающими от взрыва сложности и эта проблема отнюдь не уникальна для google как заметил роб пайк сложность мультипликативно устранение проблемы путем усложнения одной части системы медленно но верно добавляет сложность в другие части постоянное требование внесения новых функций настроек и конфигураций очень быстро заставляет отказаться от простоты несмотря на то что в долгосрочной перспективе простота является ключом к хорошему программному обеспечению простота требует большого количества работы в начале проекта по определению самой сути идеи и больше дисциплины во время жизненного цикла проекта которая поможет отличать хорошие изменения от плохих при достаточных усилиях хорошие изменения в отличие от плохих могут быть приняты без ущерба для того что фред брукс назвал концептуальной целостностью проекта плохие же изменения всего лишь разменивают простоту на удобство только с помощью простоты дизайна система может в процессе роста оставаться устойчивой безопасной и последовательной проект go включает в себя сам язык его инструментарий стандартной библиотеки и последнее культуру радикальной простоты будучи одним из современных высокоуровневых языков go обладает преимуществом ретро спективного анализа других языков и это преимущество использовано в полной мере в go имеется сборка мусора система пакетов полноценные функции лексическая область видимости интерфейс системных вызовов и неизменяемые строки текст которых кодируется с использованием кодировки utf-8 однако язык программирования go имеет сравнительно немного возможностей и вряд ли в нем будут добавлены новые например в нем отсутствует неявные числовые преобразования нет конструкторов и деструкторов перегрузки операторов значений параметров по умолчанию нет наследования обобщенных типов исключений отсутствует макрос и аннотации функций и локальная память потока язык программирования go является зрелым и стабильным и гарантирует обратную совместимость старые программы на go можно компилировать и запускать с помощью новых версий компиляторов и стандартных библиотек go имеет достаточную систему типов чтобы избежать большинства ошибок программистов динамических языках но эта система типов гораздо более ограниченная чем в других строго типизированных языках программирования это приводит к изолированным очагам нетипизированного программирования в пределах более широких схем типов так что программисты на go не прибегают к длинным конструкциям которые программисты на c++ или haskell пытаются выразить свойства безопасности своих программ на основе типов на практике go дает программистам преимущество безопасности и производительности времени выполнения относительно строгой системы типов без излишней сложности и накладных расходов go поощряет понимание дизайна современных компьютерных систем в частности важность локализации его встроенные типы данных и большинство библиотечных структур данных созданы для естественной работы без явной инициализации или неявных конструкторов так что в коде скрывается относительно мало распределений и записей памяти составные типы go это структуры и массивы хранят свои элементы непосредственно требуя меньшего количества памяти и ее распределений а также меньшего количества косвенных обращений с помощью указателей по сравнению с языками использующими косвенные поля а поскольку современные компьютеры являются параллельными вычислительными машинами гол обладает возможностями параллельности основанными как упоминалось ранее на csp стеки переменного размера легких потоков или гол под программ изначально достаточной малы чтобы создание одно одной гол программы было дешевым а создание миллиона практичным стандартная библиотека гол часто описывается фразы все включено предоставляет строительные блоки и api для ввода вывода работы с текстом и графикой криптографические функции функции для работы с сетью и для создания распределенных приложений библиотека поддерживает множество стандартных форматов файлов и протоколов библиотеки и инструменты интенсивно используют соглашение по снижению потребностей в настройке упрощая тем самым логику программ таким образом различные программы go становятся более похожими одна на другую и тем самым более простыми в изучении проекты создаются с помощью всего лишь одного инструмента гол и используют только имена файлов и идентификаторов и иногда специальные комментарии для определения всех библиотек выполнимых файлов тестов примеров документации и прочего проекта исходный текст гол содержит всю необходимую спецификацию построения проекта ну это была выдержка из книги а теперь выдержка из интервью ну точнее не интервью когда-то было какое-то выступление где-то было короче это я прочитал на социальном блоге так вот выдержка из интервью роберта грисмера разработчиков google одного из авторов языка гол в прошлом роберт работал над генерацией кода для высокопроизводительного java script языка занимался языком программирования сау соузел и разработкой современной реализации small talk которая должна была называться strong talk по собственному заявлению он провел слишком много времени в виртуальных java машинах но так и не понял как ими пользоваться и так выдержки из интервью почему же мы начали работать над гоу гоу это попытка сделать программистов более продуктивными было две главные цели первая цель сделать язык лучше для решения задач масштабируемого параллелизма под масштабируемым параллелизмом я подразумеваю программное обеспечение которое одновременно занимается многими проблемами такими как координация тысячи внутренних серверов путем отправки сетевого трафика туда и обратно сегодня такое программное обеспечение имеет более короткое название мы называем его облачным программным обеспечением справедливо сказать что гол был разработан для облака до того как об облак облака запустили программное обеспечение большая цель состоит в том чтобы создать лучшую среду для решения задач масштабируемой разработки программного обеспечения программного обеспечения над которым работали многие люди с ограниченной координации между ними и поддерживающего в течение многих лет в google тысячи инженеров пишут и делятся друг с другом своим кодом стараются выполнить свою работу максимально используя работу других и работают над базой кода над базой данных кода история которой насчитывает более десяти лет инженеры часто работают или по крайней мере смотрят на код изначально написанный кем-то другим или на тот что они написали много лет назад что часто сводится к одному и тому же такая ситуация внутри google и имеет много общего с крупномасштабной современной разработкой с открытым исходным кодом которая практикуется на таких сайтах как гитхаб благодаря этому гол отлично подходит для проектов с открытым исходным кодом помогая им принимать и управлять вкладами большого сообщества течение длительного периода времени я полагаю что большая часть успеха гол объясняется тем фактом что гол отлично подходит для облачного программного обеспечения гол отлично подходит для проектов с открытым исходным кодом и по счастливой случайности оба они становятся все более популярными и важными в индустрии программного обеспечения баланс гол как гол делает эти вещи как это облегчает масштабируемый параллелизм и масштабируемую разработку программного обеспечения большинство людей отвечает на этот вопрос рассказывая о каналах и программах интерфейса быстрых сборках и хороших инструментах поддержки все это важная часть ответа но я думаю что за ними стоит более широкая идея я думаю об этой идее как о балансе гол в любой разработке программного обеспечения есть конкурирующие проблемы и есть естественная тенденция пытаться решить все проблемы которые вы предвидите в гол мы явно старались не решать все проблемы вместо этого мы постарались сделать все чтобы вы могли легко создавать свои собственные решения и я бы суммировал выбранный баланс следующим образом делай меньше включай больше гол не может сделать все мы не должны пытаться но если мы будем работать над этим гол вероятно может сделать несколько вещей хорошо если мы тщательно выберем эти вещи мы сможем заложить основу на которой разработчики могут легко создавать решение и инструменты которые им нужны в идеале и в идеале могут взаимодействовать с решениями и инструментами созданными другими почему же гол с открытым исходным кодом google платит мне и другим за работу над гол потому что если программисты google будут более продуктивными google сможет создавать быстрее свои продукты упростить их обслуживание и так далее но почему с открытым исходным кодом гол почему google должен делиться этим преимуществом с миром конечно многие из нас работали над проектами с открытым исходным кодом до гол и мы естественно хотели чтобы гол был частью этого мира с открытым исходным кодом но наши предпочтения не являются бизнес оправдание бизнес оправдывает то что гол является открытым исходным кодом потому что это единственный способ которым гол может добиться успеха мы команда которая создала гол google знали об этом с первого дня мы знали что гол должен быть доступен как можно большему количеству людей чтобы он преуспел закрытые языки умирают язык нуждается в больших широких сообществ больших широких сообществах языку нужно много людей пишущих много программного обеспечения поэтому когда вам нужен конкретный инструмент или библиотека есть хороший шанс что он уже был написан кем-то кто знает эту тему лучше вас и кто провел больше времени чем вы чтобы сделать это хорошо языку нужно много людей сообщающих об ошибках чтобы проблемы выявлялись и решались быстро из-за гораздо большей пользовательской из-за гораздо большой пользовательской базы компиляторы go намного более надежны и совместимы со спецификациями чем компиляторы plan 9c на которых они когда либо были основаны язык нуждается в большем количестве людей использующих его для множества различных целей так что язык не подходит для одного варианта использования и в конечном итоге становится бесполезным при изменении технологического ландшафта языку нужно много людей которые хотят изучить его поэтому существует рынок где люди могут писать книги или преподавать курсы или проводить подобные конференции ничего из этого не могло бы произойти если бы гол остался в google в гол задохнулся бы в google или в любой отдельной компании или закрытой среде по сути гол должен быть открыт и гол нуждается в тебе гол не может добиться успеха без всех вас без всех людей использующих гол для различных проектов по всему миру свою очередь команда гол в google никогда не может быть достаточно большой чтобы поддерживать все сообщество гол чтобы продолжать масштабирование нам нужно включить все это большее делая при этом меньше открытый исходный код является огромной частью этого и так выдержки закончились там был еще текст но его приводить уже не буду чтобы не растягивать этот обзор ну такой своеобразный обзор и так ну давайте ну давайте что сделаем просто пробежимся по основным типам данных и так целые числа числовые данные тип числа вы числовые типы данных гол включают целые числа нескольких размеров числа 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 с плавающей точкой и комплексные числа ну начнем конечно же с целых чисел гол обеспечивает как знаковую так и безнаковую целочисленную арифметику имеется знаковые целые числа четырех размеров 8 16 32 и 64 бита представленные типами int 8 int 16 int 32 и int 64 а также соответствующие беззнаковые версии у int 8 у int 16 у int 32 и у int 64 также есть два типа которые называются просто int и и имеют естественный или наиболее эффективный размер для знаковых и беззнаковых целых чисел на конкретной платформе int на сегодняшний день является наиболее широко используемым числовым типом оба эти типа имеют одинаковый размер либо 32 либо 64 бита но вы не должны делать никаких предположений о том какой именно из них используется различные компиляторы могут делать разный выбор размера даже на одном и том же аппаратном обеспечении тип run является синонимом для типа int 32 и по соглашению указывает что данное значение является символом юникод эти два имени могут использовать использоваться взаимозаменяемо аналогично тип байт является синонимом для типа у int 8 и подчеркивает что это значение является фрагментом не форматированных данных а немалым числом наконец имеется беззнаковый целочисленный тип у int ptr ширина которого не указано но достаточно для хранения всех битов значения указателя тип у int ptr используется только для низкоуровневого программирования такого как стыковка программы go с библиотекой c или с операционной системой независимо от размера типы int у int и у int ptr отличаются своих братьев с явно указанным размером таким образом int это не тот же тип что и int 32 даже если на данной платформе естественный размер целых чисел составляет 32 бита и там где нужно использовать значение типа int в то время как требуется значение типа int 32 и наоборот необходимо явное преобразование типов числа с плавающей точкой go предоставляет два варианта чисел с плавающей точкой разного размера флот 32 и флот 64 их арифметические свойства регулируются стандартным ай е е е 7 5 4 и реализованы на всех современных процессорах значение этих числовых типов находятся в диапазоне от самых маленьких до огромных предельное значение с плавающей точкой можно найти пакете масс тип флот 32 обеспечивает приблизительно 6 десятичных цифр точности в то время как точность обеспечиваемая типом флот 64 составляет около 15 цифр тип флот 64 в большинстве случаев следует предпочитать типу флот 32 поскольку при использовании последнего если не принимать специальные меры быстро накат накапливается ошибка а наименьшее положительное число которое не может быть представлено типом флот 32 не очень велико комплексные числа go предоставляет комплексные числа двух размеров комплекс 64 и комплекс 128 компонентами которых являются флот 32 и флот 64 соответственно встроенная функция комплекс создает комплексное число из действительной и мнимой компонент а встроенные функции реал и имидж извлекают эти компоненты булевые значения тип бул или булев тип булян имеет только два возможных значения true и false булевыми являются условия в конструкциях и в и фор а операторы сравнение на подобие 2 равно и меньше или больше дают булев результат унарный оператор вы его знаете он пишется как восклицательный знак представляет собой логическое отрицание так что вот этот вот восклицательный знак true равно false то есть не true равно false строки строка представляет собой неизменяемую последовательность байтов строки могут содержать произвольные данные в том числе байты со значением 0 но обычно они содержат удобно читаемый для человека текст традиционно текстовые строки интерпретируется как последовательности символов юникод в кодировке утф-8 константы константы представляют собой выражение значение которых известны компилятору и вычисления которых гарантированно происходит во время компиляции а не во время выполнения базовым типом каждой константы является фундаментальный тип логическое значение строка или число объявление конст определяет именованные значения которые синтаксически выглядят как переменные значения которых являются константами что предотвращает их случайно или ошибочно изменение во время выполнения программы например для представления такой математической константы как число пи константа предпочтительнее переменной поскольку значение этого числа не изменяется многие вычисления константы могут быть полностью завершены во время компиляции уменьшая тем самым количество работы необходимой во время выполнения и позволяют выполнять другие оптимизации компилятора при этом ошибки обычно обнаруживаемые во время выполнения могут быть найдены во время компиляции если операнды представляют собой константы например целочисленное деление на 0 индексация за пределами строки или любые операции с плавающей точкой которые приводят к значению значению не являющемуся корректным конечным значением с плавающей точкой есть еще составные типы данных массивы срезы отображения и структуры но не буду уже говорить о них о них вы можете почитать в книгах вот потому что этот обзор затянется на очень долго так что еще хотелось бы сказать ну средства разработки среда разработки гоу содержит несколько инструментов командной строки утилиты гоу обеспечивающий компиляцию тестирования и управления пакетами и вспомогательные утилиты go doc и go fmt предназначенные соответственно для документирования программ и для форматирования исходного кода по стандартным правилам на текущий момент доступны две идеи изначально ориентированные на язык go это проприетарная go land разрабатывается в джет брейнс на платформе intel лидж и свободная light идея ранее проект назывался go land идея light идея небольшая по объему оболочка написанная на си плюс плюс с использованием китит позволяет выполнять компиляцию отладку форматирования кода запуск инструмента редактор поддерживает подсветку синтаксиса и автодополнения также go поддерживается плагинами в универсальных идеи таких как eclipse netbeens intelidge комодом коде бокс идея visual studio зеус и других автоподсветка автодополнения кода на go и запуск утилит компиляции и обработки кода реализованы в виде плагинов к более чем двум десяткам распространенных текстовых редакторов под различные платформы в том числе и макс вим not pad плюс плюс джей эдит и так далее что можно сказать по поводу сложности обучения go go был создан для того чтобы быть легким в обучении говорят что программиста на другом языке не будет проблемой выучить go lang за пару выходных что же касается начинающих то здесь структура go также помогает быстрее освоиться в нем нет громоздкого ооп ненужное не нету ручного управления памяти нет ссылок указатели и других сложностей которые вы могли бы встретить если бы начали изучать например язык си плюс плюс немного спорным является строгость компилятора если в другом языке вы можете пренебречь некоторыми моментами to go будет гораздо беспощаднее чем другие если например вы не использовали какой-то из модулей to go выдаст ошибку компиляции то время как другой язык вывел бы просто предупреждение а в остальном как говорят go действительно легче выучить чем большинство языков программирования плюсы и минусы go и так плюсы языка простота синтаксиса скорость компиляции которая намного выше чем у скриптовых языков большое количество встроенных и сторонних библиотек можно также подключить библиотеки си и си плюс плюс легкость в обучении замена ооп на более простые аналоги простота в организации многопоточных программ при помощи встроенных средств автоматическое управление памятью скорость разработки не использует виртуальную машину поддержка сообщества и google ну ну где то вот так вот возможно есть еще плюсы если есть кто-то из специалистов напишите к минусам относят отсутствие механ дженериков так называемых это механизмы системы типизации создатели языка так и не смогли придумать простой и понятный аналог поэтому на данный момент они не добавлены в гол также непривычная для программистов перешедших с других языков обработка ошибок более слабая поддержка для windows чем для linux или mac os x вот ну и ну и ну и я смотрю уже 35 минут идет обзор наверное надо сворачиваться по поводу программного обеспечения которое написано на гол я честно говоря даже не знаю я не искал этого но вспоминаю только один пример это докер докер это программное обеспечение для автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации вот если специалисты по гол и люди которые непосредственно работают с применением этого языка вы смотрите если вы смотрите это видео напишите пожалуйста в комментариях что еще написано на гол где он используется в каких сферах и все такое это будет полезно знать всем ну 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 и добавьте специалисты и знающие люди что-то еще из общей информации что я мог упустить хотя упустил я думаю много чего но зато это не с википедии ну и также тем кто хочет опробовать этот язык сразу же вот не отходя от кассы можете можете перейти вот по этой ссылке и вы увидите она перейдете на сайт от голенг и здесь можете в режиме реального времени прям познакомиться с языком написать маленькую программку а может быть небольшую не знаю но в общем попробовать что-то написать запустить и увидеть результат ну а на сегодня все ставим лайки комментируем пишем что-нибудь хорошее в комментариях также пишем пожелания и все такое на сегодня все всем спасибо за внимание пока пока